Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, у меня почему-то присутствует такое чувство, что я об этом уже когда-то рассказывал. Либо у меня был подобный ролик, но, к сожалению, на этом канале я ничего подобного найти не смог. Просто, знаете ли, эта мысль, она уже достаточно давно витает у меня в голове. И вот, когда я что-то думаю про рекламную политику Даймонда и так далее, либо меня спрашивают, как тебе рекламная политика Даймонда, либо прочие вещи, я вот постоянно задумываюсь обо всем, что там происходит вообще в этой рекламной политике Даймонд Роли Плей, потому что это настоящий пиздец. Это настоящее, блядь, рабство 21 века. Это просто, это самповское рабство, настоящее сотрудничество с Даймонд Роли Плей. В общем, ладно, давайте начнем сначала, дабы максимально растянуть хронометраж, там, знаете ли, до 10 минут, или там до 12 минут, или до 5 минут, не знаю. В общем, существует, если вы мало ли не знаете, такой проект, называется он Даймонд Роли Плей. У данного проекта существуют пиар-менеджеры, вроде как. У данных пиар-менеджеров стоит задача найти новых ютуберов, дабы они снимали и приносили какой-никакой профит серверу. Работают они по четко составленной рекламной кампании от основателей, разработчиков, там, я не знаю, создателей Даймонд Роли Плей. И вот, все было бы ничего, Даймонд Роли Плей сервер достаточно неплохой, на нем можно поиграть, если не вдаваться в особые подробности, если, знаете ли, не смотреть обзоры Данила Геррера, где он, опять-таки, сказал, что там одни ашоты, и от названия Роли Плей там только название, к сожалению. Вот, и все такое. Однако, однако, у Даймонд Роли Плей, как и у многих других серверов, есть свои некоторые правила в рекламной политике. До недавнего времени в рекламной политике Аризоны особых правил не было, кроме каких-то максимально очевидных, и, в общем-то, все как-то было именно вот так вот. Однако, давайте не будем сегодня про Аризону, а максимально поговорим про Даймонд Роли Плей, и про все втекающее и вытекающее из рекламной политики этого самого Даймонда. Если честно, то, как-то, знаете ли, соображения руководства мне немного непонятны. Поначалу, казалось бы, на Даймонд Роли Плей пришел такой GTA-самп-ютубер, как Ричи, и вот, казалось бы, на то время эталон, топ-1 ютубер по сампу, и все такое. И тут ему не дают админку, он уходит, и все дела становятся плохо, но зато через месяц дают админку Мау Дамиана, и спрашивается, зачем все это было, да для чего, блядь. Потом этого самого Мау Дамиана выгоняют, потому что он попросил за 100 тысяч просмотров, которые у него там начали стабильно более-менее набираться, ну или не 100 тысяч просмотров, в общем, неплохие просмотры, там от 30 тысяч где-то так было, вот. И он попросил небольшую прибавку, после чего ему сказали, что прибавки не будет, и выгнали. И сейчас, опять-таки, Мау Дамиана выгнали. Ютубер на Даймонде, как бы так, знаете ли, ограждается особыми такими барьерами, ему нельзя снимать на других серверах, ему нельзя, вроде как, вставлять какую-то рекламу в рекламный ролик, и, в общем-то, после того, как вы вступаете в сотрудничество с Даймонд Ролеплей, будьте готовы к тому, что вы вступаете в настоящее рабство, в настоящее, блядь, рабство. И у меня нет никаких претензий к самому серверу, к игровому моду, у меня есть претензии именно к основателю, вот к тому, кто генерирует вот эту вот всю рекламную политику, вот всю эту каторжную рекламную политику, просто мне абсолютно непонятно, как такое, в принципе, может быть, вот просто вот такое вот всё, ну, ну, мне непонятно. Вот человек, ну просто долбоёб, ну вот просто долбоёб и просто долбоёб, ему же делать-то нехуй, он как бы не позорится, чтобы вы понимали, и всё такое, и вследствие этого создаётся такое ощущение, что Даймонд Ролеплей, он специально делает такую рекламную политику, дабы все ютуберы, блять, просто от них ушли, и никто не хотел больше пиарить вот этот самый проект. Почему выгнали Мао Демиана, вот недавно мне абсолютно непонятно, я вот до сих пор над всем этим думаю, почему, зачем и как могли выгнать Мао Демиана. Также очень интересная ситуация была тогда, когда некоторые, так сказать, эталоны Даймонда решили перейти там на Аризону, и вроде как Туни Барреро даже разрешил снимать и там, и там, потом запретил снимать и там, и там, и поставил чуваков перед выбором. Либо вы снимаете там на Даймонде, либо вы снимаете только на Аризоне, то есть и там, и там нельзя. Спрашивается, зачем было так делать, непонятно. Вот в самом деле, серьёзно, кто-то когда-то мог вообще понять, как работает рекламная компания Даймонд Ролеплей, как они подыскивают ютуберов, как ещё там что-то вот такое подобное они делают. Я даже вот могу вспомнить ту ситуацию с Брайаном Фьюри, когда заранее количество стримов не оговорили, а потом просто решили выборочно оплатить вот какое-то определённое количество стримов, это тоже было непонятно. И вы знаете, вспоминать все эти косяки пиар-менеджера Даймонда или там, самой вот этой вот рекламной компании вообще, и мне кажется, что пиар-менеджер тут в данном случае не виноват. Он просто выполнял приказы руководства сверху, и вот я думаю, что нужно Даймонду немного ослабить хватку. Почему-то он считает, что если ютубер снимает на его проекте, то это всё, это ютубер, это собственность какого-то человека, это собственность основателя там Даймонда, и то есть он должен там перед ним как-то отчитываться, делать ещё что-то подобное. Это так не работает. Покупая ютубера, вы покупаете как бы размещение на его площадке, но никак не ютубер. Хотя в случае с Мао Дамианой я бы тут ещё поспорил, потому что, вы знаете, он такой, он забавненький такой, знаете ли, человек, он достаточно туповат, и мне кажется, что его вполне спокойно можно было бы там купить, и он бы даже этого не понял, он бы даже этого не заметил, сидел бы там дальше, снимал какие-нибудь свои ролики на Даймонд Рулиплей. В общем-то, я думаю, что я абсолютно всё рассказал, на эту тему можно было бы рассказать ещё побольше, растянуть бы как-то хронометраж максимально возможным образом, однако я думаю, что вы меня уже в данном случае поняли. Поэтому, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, что Даймонд Рулиплей с приходом Митина как-то подредактирует свою рекламную политику, потому что не особо нормально, когда рекламная политика рассчитана только на каких-то эталонов сервера, на каких-то дико больших ютуберов, а малые ютуберы как выполняют роль какой-то прислоги. Это так не работает, и должно быть равное отношение ко всем людям, как лично мне кажется, однако Даймонд есть Даймонд, и что с него взять? Всем спасибо, всем пока.